Если вы ничего не знаете о реформировании государственной пенитенциарной системы и термин пробация, вам тоже мало о чем говорит, то наш эфир для вас. Здравствуйте, вы смотрите «Вечер на седьмом» в студии. Для вас работает Наталья Костенко и я рада представить наших гостей. Пучкова Анна Валерьевна, первый заместитель начальника главного территориального управления юстиции в Одесской области. Здравствуйте. Елена Петровна Грибова, представитель общественного совета при управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области. Добрый вечер. Анна, первый вопрос, наверное, к вам. Все говорят о реформе. О реформе в сфере здравоохранения, о реформе в сфере законопорядка. Но мало кто что знает о реформе государственной пенитенциарной системы. Что нового на сегодняшний день и чего ожидать в будущем? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я бы хотела сказать о том, что реформа пенитенциарной системы, как входит в пакет реформ, осуществляемых Министерством юстиции, и будет иметь достаточно длительный характер в связи с рядом сопутствующих изменений и в законодательстве, и в разработке новых методик подхода к пенитенциарной системе, к системе отбывания наказаний. В частности, хотела бы упомянуть, чем вызвана необходимость данной реформы. Дело в том, что за последние годы достаточно большое количество бюджетных средств тратится на лиц, которые содержатся в местах заключения. Кроме этого, подход к системе отбывания наказаний у нас все-таки до сих пор носит, скажем так, постсоветский характер, то есть репрессивный характер. Сложно предположить, что лицо, которое отбывает свое наказание в местах лишения свободы, в дальнейшем не повторит это правонарушение. Также достаточно серьезная ситуация сложилась с тем, что непосредственно в местах лишения свободы, которых на данный период в Украине чуть меньше 150, куда входят изоляторы, следственные изоляторы, в следственных изоляторах достаточно большая заполняемость до 80%, а вот в местах лишения свободы она меньше 50. В связи с этим средства тратятся на содержание лиц, то есть на 23 человека, одно из учреждений на территории Украины, его обслуживают 123 сотрудника пенитенциарной службы. Достаточно большие средства от 35 тысяч гривен в год уходят на содержание одного заключенного. Это больше, чем на содержание ребенка в приюте. Поэтому суть реформы, которая инициировалась в Министерстве юстиции, заключается в следующем. В ликвидации пенитенциарной службы, в создании ведомств в структуре Министерства юстиции, это структурные подразделения пробации, ресурсного обеспечения государственной уголовной исполнительной службы и также ряд ведомств, которые помогут, ну, вспомогательные, которые помогут осуществить достаточное внедрение системы пробации в исправительные учреждения. Кроме этого, необходимо изменить кадровый состав. Уже проведены конкурсы на замещение ряда вакантных должностей. В Министерстве сформированы кадровые ведомства. Внедрение полноценной системы пробации, о чем мы поговорим позднее. Снижение, скажем так, демирализации контингента, который охраняет заключенных. В принципе, в европейских странах не создаются специальные военизированные охранные подразделения для того, чтобы охранять заключенных. То есть это у нас, скорее всего, все-таки постсоветское явление. Кроме этого, будут созданы, ликвидированы на территории Украины, уже в стадии ликвидации находятся 46 управлений. Вместо них будут 6 межрегиональных управлений, созданные в крупных городах. Все закупки должны будут осуществляться через тендерную систему Прозора для того, чтобы избежать возможных нарушений коррупционных деяний. Также на основах государственно-частного партнерства речь идет о выносе данных учреждений за пределы населенных, то есть крупных населенных городов. То есть, в частности, объявлен тендер на строительство Лукьяновского СИЗО в Киеве, которое, как в виде исключения, достаточно тесное, в камерах содержится большое количество людей и не совсем пригодно для содержания, с учетом того, что в следственных изоляторах достаточно, в большей части содержатся люди, чья вина еще не доказана. — Скажите, пожалуйста, немного перебью то, о чем вы рассказываете. Когда вы сказали ликвидация пенитенциарной службы, у меня вообще возникла в голове ассоциация, что в Украине больше не будет мест лишения свободы. Сейчас вы говорите о том, что такие учреждения будут выноситься за пределы городов. — Сплавно. То есть, насколько я понимаю, количество тюрем будет сокращаться, и они не будут находиться в населенных пунктах. Это так? — Предполагается, что они будут вынесены за территорию населенных пунктов. С учетом того, что планируется внедрить систему пробации, предполагается снизить количество людей, которые будут осуждены к лишению свободы, либо ограничению свободы, делиться в отношении которых будет принято решение о ограничении свободы, будут находиться в исправительных центрах. Исправительные центры, скорее всего, будут по-прежнему находиться на территории города. — А исправительные центры — это новое учреждение? — Исправительные центры у нас существуют. Это ограничение свободы. То есть не лишение свободы, когда лицо непосредственно постоянно пребывает в местах лишения свободы, а, предположим, пребывать на месте в определенный период с трудоустройством, с его контролем. Для того, чтобы, кроме этого, программой пробации предусматривается ненахождение лица в этих учреждениях. То есть ответственность за лицо, по большому счету, будут нести органы местного самоуправления, территориальные громады, волонтеры и, безусловно, сама служба пробации, которая будет находиться в составе Министерства юстиции. Будет так планироваться создание офисов по всей территории Украины. Например, в Европе, в скандинавских странах чиновника службы пробации контролируют порядка 30 человек в год, в Румынии 300. Ну, посмотрим, на какой уровень удастся выйти в Украину. Мы потихонечку перешли ко второй части нашей темы и уже заговорили о пробации. Если признаться, я с этим термином столкнулась совсем недавно и буквально вот простыми словами, то есть это совсем новая система наказания за преступность, насколько я понимаю. Я не могу сказать, что она совсем новая, поскольку в Уголовном кодексе всегда существовали такие наказания, как исправительные работы, общественные работы. В последнее время появилась возможность освобождать от наказания беременных женщин и женщин с детьми до трех лет. В связи с этим сказать, что это абсолютно новое невозможно. Сама пробация от английского probation испытания, то есть система наказания, которая принята в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, она включает в себя вынесение приговора, в соответствии с которым лицо может и должно находиться на свободе под надзором, так называемым. Надзор состоит в том, что чиновник от службы пробации контролирует его работу, деятельность, даже посещение церкви. Методики пробации как таковые в нашей ситуации будут осуществляться при помощи Норвежского Министерства Юстиции и Безопасности, с которым подписано двустороннее соглашение. Их советники будут помогать в усовершенствовании системы пробации, создании новых методик, потому что по большому счету сами методики надо в Украине создавать с нуля. Их не существует. Если лицо отбывающее, условное наказание должно приходить в течение определенного периода, должно было отмечаться у инспектора пенитенциарной службы, то есть исполнительных инспекций, в данной ситуации это переходит к ведению пробации. Но кроме этого, они вправе помогать человеку, то есть быть и психологами, и социальными работниками, и помогать человеку адаптироваться, потому что гораздо легче предотвратить преступление, чем справляться с его последствиями. То есть система пробации направлена именно на это. Чтобы не дать человеку, совершившему правонарушение незначительного характера, допустить следующее. Проявились несколько пилотных проектов и в отношении несовершеннолетних, то есть лица 14 до 18 лет. И по состоянию на 2015 год из 398 подростков, которые прошли эту систему, повторные правонарушения совершили только трое. То есть можно говорить о достаточно высоких результатах, ну по крайней мере по отношению к несовершеннолетним детям. Вот. Это что касается подростков. И мы еще вернемся к тому, какие методы пробации могут быть в Украине по принципу зарубежных, европейских стран. А сейчас вот хотелось бы обратиться к человеку, который уже сегодня в нынешних условиях старается внедрять систему пробации у нас в Украине и работает с людьми, которые непосредственно находятся в местах лишения свободы и с людьми, которые уже отбыли срок. Скажите, пожалуйста, насколько это сложно, с чем сталкиваетесь вообще на самом деле достаточно сложно представить пока что альтернативу вот нашим украинским тюрьмам. Мы будем называть все своими именами. Ну, я бы не сказала, что это сложно. Это просто отдельное направление работы, которое взяла на себя наша общественная организация, Молодежный центр развития и другие организации, которые сегодня входят в общественный совет при пенитенциарной службе. Первая, как говорится, наша задача – это выявление проблем, которые есть и у тех, кто отбывает наказание, и у тех, кто условно осужден, и тех, кто освобождается из мест лишения свободы. И фактически у тех потребностей, которые есть, им оказывается помощь. И для этого, если сегодня уголовная исполнительная служба, она, скажем так, ограничена специалистами, то у общественных организаций сегодня есть возможность привлечь и психолога, и социального работника, и юриста, и связаться с реабилитационным центром, где человек может пройти реабилитацию, например, от зависимости, где он может пройти социальную адаптацию и жить от месяца до года, и получать обеспечение определенное, и при этом работать. Особенно это для тех людей, которым негде жить. Потому что, например, сегодня в Одессе женская колония, да, откуда освобождается женщина, это могут быть женщины с детками, а по разным причинам им некуда возвращаться, по разным причинам они не могут вернуться, например, в Крым или Донецк, и тогда на помощь приходят волонтеры. Они встречают прямо у ворот, они помогают определиться с документами, с местом пребывания. Это будет временное или временное на какой-то определенный период времени. Связываются с центрами социальных служб, например, есть центр матери и ребенка и так далее. То есть это фактически та работа, которая должно было бы делать государство. Но сегодня мы понимаем, что фактически общественники взяли на себя вот такую промежуточную, да, функцию между пенитенциарной службой, уголовно-исполнительной службой и подопечным, поскольку ему нужна помощь. И, конечно же, в службе пробации упор делается на исправление, да, на помощь в социализации, для того, чтобы не было повторных нарушений, для того, чтобы общество было обеспечено, ну, как бы, безопасностью. И вот, наверное, это главное отличие этой службы пробации, поскольку сейчас в уголовной исполнительной инспекции люди приходят просто на отметку, и все. А вот уже у нас в течение трех лет создан центр консультации, где мы при уголовной исполнительной службе сразу подхватываем этого человечка, начинаем с ним работать, изучать его проблемы, консультировать, помогать. У нас есть комната, где она достаточно дружественная, где человек может присесть, выпить чай, кофе, поговорить. То есть это совсем другое отношение, да, уже не такое формальное, как у инспектора уголовной исполнительной инспекции. И здесь человек может расслабиться, сказать о своих проблемах, здесь ему могут уже помочь непосредственно, могут спланировать с ним определенный там алгоритм действий, которые ему нужны для того, чтобы получить помощь, помочь и в трудоустройстве, и в формлении документов, и в конкретных социальных вопросах связаться с социальной службой. Если, например, подопечный освобождается с колонией, мы связываемся с другими областями, социальными службами с тем, чтобы мы доводим до поезда, человек там садится на поезд, и его уже в другом городе встречают, и подхватывают, опять же, для того, чтобы этот его путь от поезда до его места назначения не оказался для него рискованным. Вот вы употребляете все время слово, которое, наверное, актуально для всех волонтеров подхватывать, да? Если примерно взять то количество людей, с которыми вы за время вашей работы смогли столкнуться за 100%, сколько процентов из них хотели, чтобы их подхватили? Вы знаете, достаточно большое количество людей хотят, чтобы их подхватили, особенно женщины, да, потому что, наверное, более эмоциональные, более переживающие. А мужчины, может быть, речь не идет о том, чтобы их встретили прямо у ворот, но, тем не менее, выходя, они уже спрашивают телефон, они хотят связаться, им нужна помощь, возможно, и медицинская, если это особенно проблемы со здоровьем, там, ВИЧ-спит или какие-то хронические заболевания. Поэтому достаточно большое количество людей, которым на свободе уже нужна поддержка. Потому что, если человек долгое время находился в местах лишения свободы, то его социальные связи фактически разорваны, да, и ему нужно просто даже психологически понимать, что есть люди, с которыми он может посоветоваться, да, которым он может позвонить и спросить, как мне дальше быть. Скажите, пожалуйста, я уверена, что на вашей памяти много таких ярких примеров, когда вы помогали людям, когда вы возвращали их буквально в общество. Вот можете вспомнить, может быть, какой-то пример, который по какой-то причине вам запомнился особенно, после которого вы понимали, что вы делаете не зря то, что делаете. Ну, в первую очередь, это мама с детьми, когда освобождается мама с ребенком на руках. Это ребенок маленький, до трех лет. Это сумка, и ей нужно добраться куда-либо. Если еще, тем более, она не знает, примут ее или нет, мы стараемся связаться с ее родственниками, иногда родственники не готовы ее принять. Тогда психолог ведет работу с родственниками для того, чтобы, возможно, через какое-то время родственники смогли принять маму с ребенком. А на это время мы определяем в центр, который помогает социализации, где женщина может начать работать. Или это центры, опять же, по Украине, которые обучают определенным профессиям. Женщина живет в этом центре, и она там может и питаться, естественно. То есть идет ее полное содержание, но при этом она уже учится, и в течение года она социализируется для того, чтобы она смогла уже жить самостоятельно, и за это время ее готовы принять, например, ее родственники. Но, конечно, сейчас самые яркие примеры – это когда женщина без документов, и она не может вернуться, например, в Крым. То есть пересечь границу она не может без документов. Ей нужно здесь где-то поселиться, и тогда приходят на помощь реабилитационные центры и центры ресоциализации, которые принимают таких женщин. А за это время мы связываемся с родственниками, с посольством и другими службами, которые помогают восстанавливать документы. Это все достаточно долгий процесс. Спасибо большое. Вопрос к вам. Насколько я понимаю, у нас достаточно высокий процент повторных преступлений после того, как человек выходит на свободу. Вот примерную статистику не могли бы привести? Нет, к сожалению, по вторичным, ну а также следующим эпизодам я статистикой не владею. Хотелось бы отметить, что вот в подростковой преступности, к большому сожалению, ситуация после того, как лицо, недостигшее совершеннолетие, помещается в учреждение по приговору суда, к сожалению, рецидив этого преступления, даже при досрочном освобождении, очень высок. Это именно то, что касается подростков. Поэтому, наверное, программы отробации будут крайне желательны для этого контингента. Для того, чтобы ребенок оступился. То есть, несмотря на то, что он совершает, ну, согласитесь, что кража мобильного телефона за 120 гривен в период, когда он находится на испытательном сроке и заключение в дальнейшем на 4 года, ну, вот такой был приговор суда, кстати, ну, крайне негативно влияет на его дальнейшую судьбу. Ну, у нас есть примеры вот таких, скажем, структур, да, в свое время, да и сейчас есть понятие там детская комната, да, но я так понимаю, что пробация будет иметь совсем другую направленность. Нет, пробация имеет другую направленность. Это философия новых альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы, либо ограничением свободы. Какие, например, могут быть эти наказания? Это могут быть общественные работы, исправительные работы. Лицо будет обязано, ну, предположим, извиниться публично, либо другим образом, ну, как это предусматривает уголовный кодекс перед потерпевшим. Процедура примирения, трудоустройство, прохождение лечения, то есть избавление от негативных, от каких-то негативных привычек, психологических факторов, которые влияют. То есть сотрудники структуры пробации, органов пробации, которые планируются набрать в достаточном количестве, уже не будут носить погоны, как это у нас было принято. Это уже больше разряд социальной службы. И они должны будут быть и юристами, и психологами, и помощниками. В первую очередь с помощью волонтеров. Даже понятие волонтеры предусмотрено в законе о пробации. То есть предполагается, что общественность будет все-таки достаточным образом содействовать исправлению и недопущению повторных правонарушений. В европейских странах к пробации достаточно часто привлекаются лица, которые, например, совершили уголовное правонарушение, ну, предположим, в нетрезвом состоянии за рулем. То есть в течение шести месяцев за ними будут наблюдать, их заставят передавать экзамены, заставят отказаться от алкогольной зависимости, если необходимо, направят на лечение. Какие из этих методик будут переняты Украиной? Вот начиная с октября месяца, я так понимаю, что мы планируем норвежские методики использовать, то есть аппаратировать их здесь, и затем выявить, какие, скажем так, больше всего подойдут для Украины. Я хочу добавить, что Одесса у нас впереди, и уголовная исполнительная инспекция при пенитенциарной службе взяла на себя инициативу создать центр пробации для несовершеннолетних. Такой центр будет восьмым в Украине. Это пилотный проект, и при поддержке канадского посольства такой центр сейчас ремонтируется и обустраивается. Он будет находиться на матросском спуске. До конца 2016 года он будет открыт. И для детей это будут комфортные условия, где они смогут пребывать в течение дня. Это будут специалисты, которые будут заниматься их развитием, разные методики использоваться. Такие центры созданы в Ивано-Франковске, Мелитополе, Полтаве, и уже есть позитивный опыт, когда для деток с определенными особенностями создаются, например, программы по конфликтологии, программы для того, чтобы снизить уровень агрессивности и так далее. То есть это идет непосредственно внимание этим деткам, и их учат общаться, им создают те условия, в которых они чувствуют себя людьми, они понимают, что есть другое, другой мир, возможно, не такой, как они видели дома или в том окружении, в котором они находились до этого. И фактически постепенно дети восстанавливают даже связи с бабушками, дедушками. И они соглашаются идти на программу реабилитации. То есть вот эта атмосфера помогает им изменить свое поведение, скорректировать. Вот такой центр будет в Одессе. Это прекрасно. Я хотела вам еще задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сотрудники новой реформированной пенитенциарной системы, которая будет работать в рамках пробации, они будут набираться из прежних сотрудников? Ну, термин пенитенциарная система у нас потихоньку уходит в прошлое. Сейчас это будет именно именоваться государственной уголовно-исполнительной службой. При центрах пробации будут приниматься работники, которые сочтут необходимым там работой. То есть речь о переводе непосредственно из пенитенциарной службы как ликвидированного предприятия не шло. Кто желал, мог пройти конкурс на руководящие должности. Кроме того, меняется сама структура. Здесь уже не требуется того количества людей с юридическим образованием, лиц, которые закончили какие-то правоохранительные, правоохранительного профиля учебные заведения для того, чтобы работать с правонарушителями. То есть здесь уже больше, наверное, будет роль у психологов, в принципе, у всех желающих, кто сочтет необходимым помогать перевоспитанию общества. Хотелось бы еще отметить один момент, который Министерство юстиции сочетло необходимым включить в это реформирование. Речь идет о медицинском обслуживании лиц, которые отбывают наказание. Елена Петровна в курсе, поскольку имеет отношение к работе с лицами, которые страдают туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что за 2015 год в учреждениях медициарных умерло чуть больше 500 заключенных. 26% это были сердечно-сосудистые заболевания, около 20% это синдром приобретенного иммунодефицита. Большая проблема в том, что в медициарных учреждениях медики отделены от Министерства охраны здоровья. То есть они включены в категорию сотрудников медициарной службы. Министерство юстиции настаивает на том, что медицинская служба должна быть отделена от руководства места, где отбывают лишения свободы. Что в дальнейшем эта служба, когда она будет сформирована в министерстве, она будет передана под руководство Министерства охраны здоровья. Что позволит составить, скажем так, как определенный баланс между интересами медицинского персонала и обслуживающего персонала. Спасибо большое. Заканчивается время нашего эфира. К сожалению, хотя я бы еще говорила и говорила. И у меня к вам последний, пожалуй, вопрос. Скажите, пожалуйста, украинское общество, роль которого теперь будет значительно более велика в перевоспитании некоторых своих граждан, насколько оно готово к внедрению системы пробации? Ну, я думаю, что мы уже как раз подошли, наверное, к этому этапу, когда общественные организации очень активно в этом участвуют. Поэтому, возможно, нельзя говорить за все общество, но те организации, которые уже посчитали нужным для себя и приходят к заключенными, помогают тем, кто освобождается, фактически они взяли на себя уже эту функцию, эту роль. Поэтому здесь просто будет уже узаконено их участие в этом процессе. И более того, возложены определенные функции, потому что функций в службе пробации достаточно много. И если часть из них возьмет на себя волонтеры общественных организаций, то это будет вполне, ну, как бы, дополняя друг друга. Да, это будет вполне нормально. И я думаю, это будет эффективно. То есть украинцы готовы браться за перевоспитание? Спасибо вам огромное за очень интересный эфир. Я напоминаю, вы смотрели «Вечер на седьмом». Сегодня говорили о реформировании государственной пенитенциарной системы и пробации. И в гостях у нас были Пучкова Анна Валерьевна, первый заместитель начальника главного территориального управления юстиции в Одесской области, а также Елена Грибова, представитель общественного совета при управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области. Благодарю вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»